Причины образования конденсата и к чему может привести неправильный монтаж пароизоляции и утеплителя разберем сегодня в этом видеоролике. Меня зовут Павел Рыбаков, я занимаюсь кровельными и фасадными работами. Еще в этом году я буду строить себе дом. Подпишись на мой канал и поставь колокольчик, потому что каждую неделю я буду рассказывать о том, что такое загородное строительство и как правильно нужно строить дом. В руках у меня находится гидроизоляционная пленка, по-другому ее еще называют диффузионной мембраной. На кровле она выполняет ряд определенных задач. Она защищает утеплитель от выдувания из него более теплого воздуха, спасает утеплитель от конденсата, от возможных протечек. Но что если мы проведем небольшой эксперимент с этой пленкой и будем использовать ее не совсем по назначению. Мы возьмем кровлю и будем эту пленку использовать как пароизоляцию. Дадим отопление и посмотрим, как поведет себя кровельное перо. Утеплитель. Снять утеплитель? 200 утеплитель. Да нет, ну видно мокро, да там что-то. Да, ну мокро, конечно мокро. Ага. Далектирует. Ага. Честник признать, сейчас уже высыхает. Высыхает, да, был мокрый. Видишь, на улице прерывсоварено. Вот так было. Ну влажные работы никакие не делались. А там что за белая штука? Там вот в углу что это такое белое? Это пенопласт или что это? Это? Да. Да. А, я понял. Десятка пенопластов. Вода ближе уже. Ага. Так, а если вот этот утеплитель вытащить, посмотреть что там? Он мокрый, да? Да, он вся мокрая. Вот здесь. Так, утеплитель 20 сантиметров. Тут все мокрое. А, ну вон вся гидроизоляция. Ага. Так вот. А эта гидроизоляция, она вообще правильная сделалась? Да нет, ну может она и правильно, но такая мокрая не должна быть. Короче, надо все снимать вон там. Ага. Ну короче, вся в воде, я понял. Ну конечно не должно, нет, нет. Такого быть не должно. Так, а утеплитель весь мокрый. Если у меня просто не еще жить хочется. Ну вы это наверное оставьте так, как есть, потому что так не должно быть. Все равно ему снимать надо. Ему надо все снимать и переделывать. Просто если мы сейчас так оставляем, снаружи вообще пиздец. Конечно, если говорить серьезно, то смешного здесь мало. Потому что клиент реально попал на деньги. Теперь все вот это добро, которое у него находится на крыше, это нужно демонтировать и заново делать качественно. Строители просто перепутали пленки. Им нужно было взять пароизоляцию, они взяли диффузионную мембрану. И что произошло в итоге? А в итоге те пары, которые образуются в помещении, они прошли через эту пленку, прошли через утеплитель. И в холодных участках крыши этот пар начал конденсировать. Он образовался на верхней пленке. Соответственно, когда мы начали делать демонтаж диффузионной мембраны в некой нашей пароизоляции и утеплителе, мы увидели то, что вся диффузионная мембрана верхняя находится в конденсате. Я просто недоумеваю, как можно в 2019 году, когда у тебя под рукой есть интернет, есть инструкции по монтажу, есть номер телефона производителя, куда ты можешь позвонить и уточнить, как правильно нужно сделать пленку эту и какими клеями ее проклеить лучше к стене между собой. Как можно не воспользоваться этой информацией и просто клиенту закосячить крышу. Двигаемся дальше, друзья мои. В этот же день, в этом же коттеджном поселке, я осматривал еще одну кровлю, только не на вопрос образования конденсата, а на вопрос качества утепления мансарды. Наверху видите в коньке, там дырка у вас, там вот видите, там ничего нету утеплителя. Соответственно, если бы они порой изоляцию сделали, у вас бы там в этих местах был бы косяк. Вот это все нужно правильно, качественно утеплять. Да, но тут в коньке у вас прям конкретно, конек вообще плохо утеплен. Не вижу, вот надо сюда. Так видно? Да, да, да. Видите в коньке прям щель там большая. Ну вот где балки, где индовы, где сложные места, ну короче это сделано некачественно. Надо было утеплитель подрезать под углом, чтобы он прилегал нормально, а это узел не сделан, не выполнен. Соответственно эти места будут промерзать. Ну вот место, например, видите, утеплитель. Разве такой зазор может быть? У вас тут вон улица. Такого зазора не может быть. То же самое здесь, видите? То есть накомкано, напихано, непонятно. Вот этот зазор, вот этот зазор. К чему может привести такое качество утепления? А такое качество утепления приводит обычно к образованию конденсата, к дополнительным затратам на отопление, к образованию больших сосулек на крыше, к переделке водосточной системе. И эти пальцы еще можно загибать, загибать и загибать. Друзья мои, если вам понравилось данное видео, то подпишитесь на мой канал и поставьте лайк. Я желаю вам строительства без ошибок, потому что ошибки это дорогое удовольствие. Я желаю вам удачи, всем пока.